Сейчас мы с вами потренируемся применять полученные навыки в задачах. Первая задачка. Сколько способов у нас разбить 10 человек на 2 команды по 5 человек? Нам нужно выбрать сперва 5 человек из 10. Причем мы не должны их по порядку расставлять, значит это у нас из 10 по 5. Это мы выбрали 5 человек в одну команду, и соответственно у нас вторая команда автоматически тоже появилась. Но в этой задачке мы можем сперва поставить первую и вторую команду, либо вторую и первую. То есть у нас команда 1, команда 2. Мы выбрали 5 человек сюда, а могли выбрать наоборот. Команда 2, команда 1. Этих 5 человек могли выбрать сюда. От этого у нас команды между собой не поменяются, потому что мы их рассматриваем как две одинаковых вещи. Следовательно, у нас нужно посчитать количество перестановок для команд. Их две. И поделить получается на 2 факториал. На количество перестановок. Следовательно, ответ в этой задачке у нас будет. 10 факториал делить на 2 факториал, на 5 факториал, на 5 факториал. Следующая задачка. Сколько способов у нас разбить 15 человек на 3 команды? По 5 человек. Давайте сперва мы выбираем 5 человек из 15. Здесь 15 и по 5. А потом, это мы выбрали первую команду. А потом мы должны выбрать еще вторую команду. У нас 5 человек мы уже выбрали, значит, теперь мы выбираем 5 человек из 10. Значит, должны умножить, по правилу произведения, на C из 10 по 5. А у нас останется 5 человек, они автоматически введут в третью команду. Теперь заметим, что у нас есть 3 команды. Как мы уже для трех элементов с вами расписывали, у нас здесь будет 3 факториал перестановок. Но команды у нас одинаковые, поэтому мы не должны учитывать размещение для команд. Следовательно, мы должны поделить на перестановки для них, то есть на 3 факториал. Таким образом, давайте распишем, что у нас получилось. C из 15 по 5, это 15 факториал, делить на 5 факториал на 10 факториал. Умножить на C из 10 по 5, 10 факториал, делить на 5 факториал на 5 факториал. И должны это еще все поделить на 3 факториал. Равняется это. Здесь у нас 10 факториал сократятся. Получаем итоговый ответ. 15 факториал, делить на 3 факториал, на 5 факториал, на 5 факториал, на 5 факториал. И третья задачка. Сколько способов у нас выбрать из 15 человек 2 команды по 5 человек? Давайте снова с первого выбираем 5 человек из 15. C из 15 по 5. И выбираем 5 человек из 10 оставшихся. C из 10 по 5. Еще 5 человек у нас остаются, но они не в команде. Нам они не важны. У нас получилось 2 команды. И нужно еще поделить на количество перестановок для 2 команды. Мы уже знаем, что это 2 факториал. Следовательно, здесь итоговый ответ будет. 15 факториал делить на 2 факториал, на 5 факториал, на 10 факториал. Еще здесь числители будут 10 факториал, делить на 5 факториал, на 5 факториал. Сокращаем десятки, получаем ответ 15 факториал делить на 2 факториал на 5 факториал на 5 факториал на 5 факториал.